Ребятушки, всем привет! Мы продолжаем с вами прохождение Firewatch. Приключение пожарника вот этого. Живем мы с вами в лагере, у нас здесь разбилось окно. Так, у нас сейчас следующее задание. Нам нужно спуститься, найти внизу доски для ремонта окна. Не знаю, где их искать. Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим, может быть поймем. Так, так, посмотрим, насколько мне видно. Ты белый парень в шортах. Слушай, а эта крошка на меня залипла. Вот она, да? Сейчас жарко, и, кстати, возможно, я не белый. Знаешь, это не очень корректно, или как там говорят. Господи, да ты белее белого, мне для этого не нужна подзорная труба. Она хочет меня, я сто процентов говорю, хочет меня. А что ты обычно носишь? Смокинги, я стараюсь выглядеть хорошо. О, доска. Взять, отлично. Взять еще пару досок. У тебя был период неряшливости. Отлично, еще доска. Так, ну теперь ты надел чистую рубашку. Вот еще вижу. Отлично. Фух, я думал, мы сейчас куда-то заделать, разбить окно. Сейчас, мы тогда еще возьмем доску. Берем. Блочный камень еще есть, бетонный блок тоже забираем. Теперь опиши мне свое лицо. Я смотрю на тебя за стойкой бар, что я вижу. Что ты видишь? У меня сломан нос, я хотел сказать, блядь. Довольно густую бороду. У тебя всегда была борода? Довольно долго, да. Ладно, хорошо. Я хочу знать про твои глаза. Ты серьезно? Я тебя рисую, мне нужно знать. Что ты делаешь? Ты не возражаешь? Генри, не отвечай, я все равно буду это делать. Хорошо. Твои глаза, опиши мне их. Остальные счастливые? Они счастливые, я думаю, мне так говорили. Слушай, я не знаю, как описывают глаза. Счастливый взгляд, это хорошо. Я разберусь тогда. Окей, поняла. Спасибо, Генри. Ты получила то, что тебе было нужно? Несомненно. Так, окно я заделал. Дальше что? Что теперь? А как ты думаешь, что теперь? Это ты не давала задание два дня подряд. Теперь ты сидишь в этой комнате до первого сентября и свяжешься со мной при первых признаках пожара. Вон она. Ах, да. Почему бы тебе не сказать, что ты морально готов к этому заданию, и я дам его тебе? Окей, я готов. Я думаю, я готов к долгосрочной ответственности по защите этого национального леса от тотального разрушения. Я рада слышать, что ты действительно это обдумал. Конечно. Мы даже выделили тебе удобный стул и все такое. Знаешь, он не особо удобный. Он деревянный, без обивки, и кажется, сегодня утром я засадил в бедро за нозу. Тем не менее, присаживайся. Судьба леса зависит от тебя. Опа, день девятый. А куда делся этот? Четвертый, пятый, шестой там? Ааа, мы с вами взяли бутылку виски в руки. И все, неделю мы с вами потеряли, блядь. Сидим с вискарем. Так, хаваем бутерброды. Отлично. Привет, Генри. Хорошо проводишь день? Ааа, да, отлично. Неплохо. Так я скоро здесь освоюсь. Очень мило. Послушай, я звоню с плохими новостями. Что случилось? Две девушки, Челси и Лили, объявлены пропавшими без вести. Их родители в Калифорнии неделю от них ничего не слышали. Они должны были встретиться со своей тетей в коде. Если это те девушки, с которыми мы разбирались на прошлой неделе, ты, скорее всего, последний, кто их видел. Буду рад ответить. Буду рад ответить. Скажи им там, что я сразу же отвечу на все вопросы. Слушай, это не должно быть проблемы. Если, конечно, их не найдут мертвыми, тогда возможно. Может мне ничего не говорить и тем самым избежать проблем? Да, не надо. Я тоже так думаю. Хорошо, Генри, спасибо. Наслаждайся закатом. Вид, конечно, бляха-муха здесь. День 15. Еще прошла неделя. Офигеть. Слушай, дни летят с бутылкой виски. Я заметил. Дни у нас тут просто напролёт. Неделя за неделей. Генри, проснись. Генри, встань с кровати и возьми рацию. Что тебе нужно? Привет, мой дурачок. Это ты, дурочка. Ох, родной, у тебя усталый голос. Ну да, я устал. С чего устал только? Ты хорошо проводишь время? У меня все хорошо, а у тебя? Там все в порядке? Прости, Генри. Да, у меня все хорошо, я бухая. Что она там делает, а? Она хочет меня. Ладно, иди спать. Я к тебе хочу. Окей, Джулс. Делайла вроде милая. Конечно. Пока, родной. До встречи, цыпа. День 33, бля. Две недели прошло без связи, смотри. Месяц уже, как мы здесь. Опа. Припасы. Это мы где вообще? Так, нам надо идти на север. Следовать на север за припасами. Неужели так трудно доставить припасы прямо к вышкам? Ну мне мое доставляют на дом. И как это работает? Плюсы 10 лет стажа. Ты идешь за ним пешком в 30 градусную жару. А я решаю кроссворды. Жизнь ужасно несправедлива, да? Тем не менее, когда найдешь припасы, помни, они не только для тебя. Другие дозорные биологи и прочие берут там свою еду. И я не хочу заказывать еще. Так, ну мы просто идем наверх с вами. Там должно быть много всего хорошего. Фасоль, чернослив. Знаешь, моя сестра ест 6 черносливов в день. 6. Она очень педантична в этом вопросе. Она бы... Тонны марихуаны, сгоревшие дерь. Слушай, мне бы с твоей сестрой еще что-нибудь с этот... Как-то встретиться бы. Слушай, а кто такая Джулс? То есть я предположила, что это твоя бывшая? Разве я тебе... Что за херня здесь происходит? Прошу прощения. Откуда ты узнала о Джулии? Воу, успокойся, ладно? Пару недель назад ты вызвал меня по рации в середине ночи. И ты говорил во сне, наверное. Я услышала только имя Джулс и решила спросить, господи. Не говорить. Я реально не хочу говорить о ней, хорошо? Давай мы не будем о ней говорить. Судя по всему, ты облажался по-крупному. Послушай, за несколько месяцев до того, как я устроился на эту работу, у меня был парень Хавьер. Он невероятный, заботливый. Он был бурильщиком в Каспере. Сексуальным. Бурильщиком в Каспере. Так, а где нам... Вот, подъем здесь будет, отлично. Здесь я на... Этот... Мы встречались почти пять лет. Я работал в школе лидерства на природе штата Вайоминг. Я была одержима ею. Я так хотел стать инструктором. Я был уверен, что выйду замуж за Хавьера, когда мне будет угодно. Школа лидерства была также хорошим поводом уехать из города, пить виски в горах. Короче, они там бухались, я понял. А потом брат Хавьера погиб во время Второй мировой. И я не поехала домой. Хавьер сказал, что все нормально. Он поедет на похороны, позаботится о своей маме. Одному даже проще. Когда он не вернулся, то он ушел от меня. И я приехал сюда. Да, наврала сестре, что он драфнул нашу соседку. Так что я тебе соврала. Я приехал сюда с разбитым сердцем. Так же, как и ты. И мы можем с тобой это сердце объединить. Но мы оба облажались. Так, куда нам... Да, вот здесь по дереву. Помню, я уже помню эту дорожку. Мы с вами вчера здесь бегали. В прошлой серии. Только шли отсюда. Да, и вот здесь сейчас будет ящик. Вот это там с секциями. Мы уже к нему подходили, кстати. Около фуникулера. Чуть левее должен он быть. Да, вот здесь дорога раздвояется. И мы берем с вами налево. Где-то тут должен быть ящик. Господи, я сначала думал, какой-то этот стоит здесь кто-то. Вот он, наверное, сюда нам. Так, открыть. Отлично. Еда для вышки, две тропы. Еда для другой вышки. Для другой. Взять. Закончить день. Окей, я взял все, что было нужно. Пора обедать. Только свое, так? За кого ты меня принимаешь? День 64. Уже второй месяц прошел. Два месяца. Офигеть. Два месяца. Опа-на. У тебя место в первом ряду. Навозможно, самый крупный пожар в этом году. Да уж, он разгорается. Я вызову помощь. Они пришлют команду профессионалов для подавления. Но я уверен, что мы с ним на все лето. И у него еще нет названия. Я обычно придумываю для них что-то смешное. Или практичное. Или немного непристойное. Но почему бы не представить эту честь тебе? Как насчет большой пожар Кренделя? Делайла надо было. Э, может назвать его пожар Кренделя? Такое название будет продаваться? Тебе это реально нравится? Ну, я же говорил, это смешно. Ладно, пусть будет пожар Кренделя. Меня, наверное, спросят, не был ли это несчастный случай на полевой кусте. Кренделя. Ха. Там у подножия холма есть ручей. Знаешь, что мне нравится там делать? Ну, примерно. Что? Брать бутылку виски, опускать ее в воду и оставлять там охлаждаться на весь день. И тогда такими горячими ночами, как сегодняшний, у меня будет вкусный и прохладный напиток. Я научился этому у своей сестры в Санта-Фе. Она так поступала с бутылкой текилы рядом с своим домом и делала маргариты размером с твою голову. Тебе бы там понравилось. Да, если бы я был с тобой. Если бы я был там с тобой, то мне бы точно понравилось. Воу-воу, ты смотришь на пожар полегче, да? Мне нравится, как они выглядят ночью. Днем это просто дым. Но когда садится солнце, в них можно потеряться. Я рада, что... Ясно, понятно, да? Так, я тоже, конечно, ты рада. Нет, правда? Я не знаю, что это значит. Это значит, что ты не чувствуешь или не можешь чувствовать себя так же. Это нормально. Ты мне все равно нравишься. Почему бы нам обоим не посмотреть на этот огонь и не представить себе все то старое и мертвое, что он сжигает? День 76. Офигеть. Слушай, конкретно здесь он не мог, конечно, сидеть. Ты ходишь рыбачить без лицензии? Это одна рыба, и меня уже тошнит от здешней еды поймать рыбу в озере Джонси. Я никому не скажу, что ты браконьер. Кстати, лесники мне постоянно рапортуют о проблемном медведе, за которым они стараются следить. Можешь посмотреть вокруг озера, нет ли свежих следов, и дать мне знать? Да, конечно, я посмотрю. Найти медвежьи следы у берега озера. Так. Конечно. Без проблем, не поминай лихом. Ты прям кисейная барышня. Так, а где озеро-то у нас? Подожди. Так, убрать. Спасибо, Гарри. Да-да-да-да-да-да. Так, убрать. И теперь мы хотели посмотреть, найти медвежьи следы у берега озера. Вот. Мы с вами здесь. И нам надо идти к озеру. Нам надо идти сюда. Надеюсь, что я все правильно делаю. Ну-ка. Да, мы двигаем сюда. Вокруг озера. Заодно 305-й контейнер. Посмотрим, что у нас там. 305-й мы еще не лутали с вами. Отлично. Все, двигаем. Двигаем сюда. Слушай, светло. Хорошо. Какое небо голубое. И вот так мы сфоткаем сейчас. Елочка, скала. Ать. Красавчик. Все, идем дальше. А, слушай, тут костер был. Да-да-да-да-да. Тут белье их валялось. Костер был. Точно, точно, точно. Сейчас мы выйдем сюда к озеру. Тогда. К 305-му ящику нам надо будет направо. Но перед этим я хочу. Перед этим я хочу сходить. Смотри, они были на этих камнях. Перед этим я хочу вот сюда еще сходить. Посмотреть следы. Тихо. Тут кто-то говорит что-то. Опа. Планшет. Оставить себе. Держать. Давай оставим себе. Я нашел здесь планшет. Здесь происходит что-то странное. На озере? Что такое? Кто-то записал то, что мы говорили друг другу. Это бессмысленно. Я не говорю с другими дозорными так часто, как я говорю с тобой. И не таким образом. Слушай, это невероятно. Погоди секунду. Здесь что-то есть. Изучить странный шум в стороне ущелья. Генри, я волнуюсь. Ты там никаких грибов не нашел? Знак тропы. Так, в стороне ущелья. Подожди. Да, мы сейчас сюда, к ущелью. Ну, сначала к 305 еще сходим, давайте. Я опять вижу пиво. Где-то что-то скрипит. Что такое? Что за звук? Слышите, да? Слышите, слышите. Да где? Так, вон ящик вижу. Господи, не пугай меня. Пойдем к ящику подойдем для начала. Так, открыть ящик. Где? Один. Два. Три. Четыре. Отлично. Так, скопировать информацию. Сразу давайте ее на карту нанесем. Изучить странный шум вблизи. Где этот шум? Я только не понял. Так, записка. Записка. Читать. Рон, у меня плохие новости из дома. Надеюсь, они меня отпустят отсюда ненадолго. Хотя неизвестно с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Айпите? Шериф не очень мой доволен. Ну, не знаю, наверное, я перестарался. Жаль, что тебя там не было. Наверное, тебя задержали дела, Дэйв. Амигос по-испански и профессионалс по-итальянски. Так, с этим мы поняли все. Здесь у нас что? Это убираем. Старый свитер. Четвертое имение. Фигель, блять. Положи назад. Еще что есть? Там нету ничего больше, да? Слушайте, что за звук? Что за звук? Ну, это чайки летают. Стоп, давайте откроем карту. Вот какие-то дорожки. В Айпите Медау, куда-то ведет, да, нас? Тундер Каньон. Так, во-первых, я бы хотел посмотреть вот здесь, что у нас находится на камнях этих. Забраться сюда. Раз уж мы тут. Здесь они у нас тупиковые вообще. Тупиковые перепрыгнут. Блин, слушай, такие эти, да, сучки, как шипы, блин. Так, крепление. Подожди-ка, мы сейчас здесь тоже веревку оставим. Этот шум был не оттуда. Это я понял тебя. А где ж этот шум? Так, вот ущелье. Еще раз, выходим на берег. Изучить странный шум у озера. Хм. Так, ущелье что? Какая-то рация. О, рация в натуре. Я рацию здесь нашел. Так, отлично. Блин, я сейчас испугался. Вот это, да. Не только мы нашли, мы еще сейчас и свою потеряли, да? Генри, ты живой? Слушай, офигеть, а. Что случилось, Генри? Меня ударили по голове. Кто-то ударил чем-то. Ты серьезно? Какого черта там происходит? Вызывай копов. Я не знаю, господи. Так, еще раз. Ты нашел планшет с записями наших разговоров. Что еще там было? Рация была. Их больше нет. Как и их рации. Кто-то мог меня убить, Делайла. Какого хрена? Что же происходит? Да здесь все это сходят, я уверен, короче. Это не знает. Да, конечно, не знает. Я увидел название станции Вапити в момент, когда меня... Тебе название станции Вапити о чем-то говорит? Лук Вапити. Лук Вапити. Возможно, это Лук Вапити. Исследовать Лук Вапити. Он есть на наших картах. Он недалеко от того места, где ты. Это то, где ты увидел обзор. К северу от озера. Похоже, где-то на северном берегу озера Джонси должна быть тропа. Все, я пошел в ту сторону. Блин, моя голова. Ты уверен, что ты видел то, что видел, Генри? Может, ты разозлил еще каких-то туристов, и они пришли, чтобы тайком огореть тебя? Да все нормально, ты что, гонишь, что ли? Подожди. Наверное, это какое-то недопонимание. Я знаю, что я видел. Это были наши фразы с нашими инициалами. Гэй и Дэй. Ясно как день. И ты себя хорошо чувствуешь? Я чувствую себя нормально. Окей, окей. Прости, я верю тебе. Но этот разговор был две недели назад. Я знаю. Где гарантия, что у них нет записи разговоров трех, четырех, пятинедельной давности? Гарантий нету, согласен. Так, вот нам надо в IPT Station. Короче, мы идем сейчас до ящика. Там спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Ну, пошли. Что происходит за этим забором? Как ты думаешь? Ну, очевидно, за тобой много следят и записывают. Что просто, блин, невероятно. Не то слово. Окей, я пошел на лук в IPT. Плюс, я сейчас буду звонить и спрашивать, не видел ли кто чего-то странного или пугающего. Эх, не хочу делать из муки слона пока что, понимаешь? Да, хорошо, будь там аккуратней. Так, это, я так понимаю, мы как раз исследовать лук в IPT. Как раз идем сюда, куда нам надо. Да, и по этой тропинке сейчас с вами двинем дальше. Так, цепляем крепление. У нас с вами веревок уже много было. Ну, что, пошлите на лук. Слушайте, ну, кто-то огрел сейчас, конечно, по голове. Это серьезно было. Я что, даже прям немножко так, это, дернул у меня. Опа. Кто-то смотри здесь. Почему фонарик включен? Выключи его. Все, двигаем дальше. Не смотри назад. Не смотри туда, как бы сказал Димон, да, уже? Беги, беги, Форест, беги. Так, здесь мы куда выходим? Ух ты, красота, смотрите, каньон такой. Где наш фотоаппарат? Ать! Так, 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 тихо, тихо, тихо. Забор. Вижу забор. Я у забора, я никого не вижу, но я не могу перелезть через него. Насколько он большой. Большой, он идет в обоих направлениях. Гектары. Какого хрена здесь вообще происходит? Чтобы это ни было, кто-то не хочет, чтобы мы об этом знали. Так, нам, в принципе, надо идти дальше. Иногда биологи огораживают маленькую область, чтобы изучить флору. Но это явно не тот случай. Так, пробраться через забор. Куда нам? А где мы проберемся-то? Где здесь можно пройти? Так, так, так. Подожди, где-то что-то болтается. Я ведь слышу. Нет? Безумное место, я согласен. Подожди, где-то вот здесь что-то... Что-то здесь болтается ведь. О, еще правее. Нет, сюда мы не заберемся. Слушай, справа слышу прям отчетливо. Ладно. С забором подождем. Нам надо дойти до этого. Заодно, может быть, там дальше. И увидим то, что нам нужно как раз. Жутковато, конечно. Опа, калитка. Не могу попасть внутрь. Я попытался, но ничего не выходит. Вот дерьмо. Я не знаю, сколько я еще могу тут околачиваться, пока меня не заметят. Господи, если бы ты был настоящим пожарным, ты бы снес эту калитку в два счета. Эй, там ребята работают над контролируемым выгоранием. Где они? За рекой Руби, там есть лагерь. Они проложили тропу, которая должна привести тебя прямо к ним. За рекой Руби. Найти место, контролируемое в выгорании к югу от реки Руби. Если они еще не ушли, то они именно там. Так, ну я надеюсь, они еще не ушли все. Опа, отколотый камень. Подожди, подожди, подожди. Нет. Не про каналы это дело у нас. Так. Опа. Слушай, такое ощущение, что нам кто-то их сюда подкладывает. Может со второго использовать камень. Так, нам нужно идти сейчас на юг Руби. На юг Руби. Давайте посмотрим карту. Найти место контролируемое в выгорании к югу от реки Руби. К югу от реки Руби. Вот река Скаут Кэм. Смотрите, какой-то лагерь скаутов. К югу от реки Руби. И вот река Руби. А мы с вами вообще находимся вот здесь. Сейчас назад. Через ущелье можно подняться. Или каньон. Вот здесь, кстати, мы веревку тоже скидывали. Слушайте, а можно так тогда и пробежаться? Че нам тянуть-то кота, да? Пошлите. Через ущелье, я думаю, пройдем. Спокойно. К югу от реки побежали. Или давайте, наверное, продолжим с вами пробежку. Это уже в следующей серии. Чтобы не затягивать их слишком длинными. Ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Если вам было интересно. Если было неинтересно, ставьте пальцы вниз. Там и так далее. В общем, до новых встреч. Увидимся в следующей серии. Adios. Adios.